Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачёвой. Сегодняшнее видео – ответ на ваш вопрос в комментариях о том, как почистить нут и надо ли его чистить. Я обычно нут не чищу. Так выглядит варёный неочищенный нут в салатах, вторых блюдах. Но если есть желание, то это всё-таки можно сделать. Например, когда вы готовите паштет, хумус, чтобы консистенция получилась более нежной и гладкой. Сначала я нут замачиваю. Чаще всего на ночь. Кто-то рекомендует его чистить сразу после замачивания. Я вам сейчас покажу. После замачивания нут плохо чистится. Можно сказать, не чистится совсем. Поэтому я его промываю, заливаю холодной водой и ставлю вариться минут на 40 или час. Пробую его на мягкость. Горошины должны легко разминаться между пальцами. Я сливаю жидкость и заливаю нут холодной водой. Вот теперь он отлично чистится. Достаточно потереть его между ладонями и чешуйки легко отделяются. Если вы сварили немного нута, то очистить его можно прямо в кастрюле. Шелуха всплывает и её можно просто слить вместе с водой. А если нута в кастрюле много, как, например, сейчас у меня, то в кастрюле это делать неудобно. И тогда нут можно порциями перекладывать в отдельную миску и затем также промывать водой. Мой нут слегка не доварился. Он легко разминается, но на ощупь чувствуется, что частички всё-таки плотные. Если такой нут предназначен для супа или второго блюда, то есть он будет ещё дополнительно готовиться, то этого достаточно. А если нут нужен для салата или паштета, то его стоит доварить. Я заливаю нут горячей водой, солю и варю ещё минут 30. Жидкость я сливаю в отдельную ёмкость, потому что она ещё может пригодиться. Из очищенного нута получается вот такое пюре, которое может стать основой для разных блюд. Об этом я расскажу в следующих видео. А чтобы вас не забыли предупредить об этом, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу или сниму отдельное видео. Приятного вам аппетита! Готовьте просто и с удовольствием!